Дай почитать. Пиратка и Леночки, такой ангелоподобной девочки-принцессы. Но смысл книги Клушиной не в сюжете, а в глубоких переживаниях и размышлениях главных героинь, которые пытаются найти себя настоящих. Самыми интересными становятся высказывания отца Маши. Есть люди-волны, которые препятствуют движению вперед, но они разбивают в нас силу и выносливость. А есть люди-паруса, которые помогают быстрее двигаться к нашим мечтам. Завязка в споре девочек Маши и Леночки. Лена мечтает поступить в художественную школу. Она так чудесно рисует сказочный мир принцесс. А Машу просит поддержать ее и в качестве психологического подспорья попробовать поступить вместе с ней в художественную школу. В итоге выясняется, что именно Маша, а не Лена, настоящий художник, так неожиданно раскрывается предназначение и склонность к творчеству у девочки-капитана. В итоге у подружек, точнее уже у взрослых женщин, сложится все хорошо. Они издадут книгу, которая разойдется миллионным тиражом по всему миру, потому что она расскажет о том, что главное – плыть, куда зовет сердце, несмотря на ожидания, желания и мнения окружающих. На этом пути от морского ветра и волн человек крепнет, приобретает силу, смелость и с радостью смотрит вперед. А авторы книги, как вы понимаете, знаменитая художница Мария Поспелова, Маша и известная писательница Елена Блинова-Леночка. Эта книга и о том, как выбрать свой путь в жизни, и о том, как обрести любимую профессию, и о том, как стать индивидуальностью. «Не торопись! Лучше твой собственный лист, чем лист полных моих идей!» Это слова любимой учительницы художественной школы, и они о том, что настоящий мастер должен прежде всего выражать себя. Несмотря на недостатки, книга может привлечь подростков, помочь задуматься о своем пути, поверить в себя и в свои способности. 12+. Дай почитать